Приветствуем всех зрителей на канале Hike Media. Сегодня в выпуске новости Армении и Арцаха. Политика, экономика, общество. В рубрике «Реплика. Как Азербайджан исказил события черного января 1990 года в Баку». Бакинский проект «Удинская церковь» в рубрике «История вопроса». Это и многое другое в программе «Армения и Арцах. Итоги недели». Президент Арцаха Араек Арутюнян подписал указ о назначении Лусине Аванесян пресс-секретарем президента. Лусине родилась в Мартунинском районе Арцаха. Окончила исторический факультет Арцахского государственного университета. За 6, 7 и 8 февраля с территории Армении в Арцах возвратилось 380 человек. Всего в места прежнего проживания вернулось около 53 тысяч человек. Свыше 1400 объектов инфраструктуры и жилья в Арцахе восстановлено под контролем МЧС России. Это многоквартирные и частные жилые дома, административные здания, объекты инфраструктуры и социально значимые объекты. Организованы восстановительной работой еще на 644 площадках. 4 февраля для восстановления объектов спасатели перевезли в Мартуни свыше 10 тонн металлопрофиля и стального оцинкованного листа. Более 150 тонн строительных материалов было доставлено в Каравачарский район Центром гуманитарного реагирования России. Груз предназначен для восстановления систем энергообеспечения и водоснабжения социальных объектов и жилых домов. Специалисты ведомства развезли по районам Арцаха более 500 тонн груза. В Арцахе планируется субсидировать 12 миллиардов драмов, около 23 миллионов долларов, на компенсацию коммунальных услуг населению. По этому вопросу состоялось собрание членов правительства во главе с министром финансов Григорием Мартиросяном, а также ответственными лицами компаний Арцах Энерго и Арцах Газ. По природному газу в зимний период планируется компенсировать потребление до 180 кубометров включительно, по электроэнергии до 500 кВт в час включительно, По электроэнергии парламентарий предложили повысить планку субсидирования тарифа электроэнергии с ныне действующих 500 кВт в час до 750 кВт в час. Сборная Арцаха по футболу примет участие в чемпионате Европы среди непризнанных государств Кон-ИФА Евро-2021. Турнир пройдет с 9 по 19 июня в Ницце. Бывший президент Армении Роберт Кочарян после возвращения из Москвы заявил о своем возвращении в большую политику. По словам Кочаряна, сейчас чувствуется большой спрос на понятных и сильных личностей. Маятник двинулся в обратную сторону, и есть потребность в совершенно других типажах, совершенно других командах, профессиональных управленцев, людей, имеющих волю, людей, способных говорить правду, смотря в глаза своим оппонентам. И такая команда в Армении есть. Глобальные процессы сменяются некими региональными интеграционными процессами. И в этом плане, я думаю, Армении стоит очень серьезно подумать о более глубоком взаимодействии с Россией. Гораздо более глубоком, чем есть сейчас, сказал второй президент республики. Российские пограничники не дали силам Азербайджана продвинуться к трассе Горис-Капан. Инцидент начался со стрельбы по указателю «Добро пожаловать в Азербайджан», который был установлен вблизи дороги. Азербайджанские военные, воспользовавшись этим, попытались продвинуть свои позиции вперед. Но российские пограничники, в свою очередь, выдвинулись навстречу, не дав им пройти. Для этого на дорогу выдвинулись российские БТРы. Сейчас дорога в безопасности, российские военные контролируют ситуацию. Радио Хайк. Голос армянской диаспоры. Армянская музыка. Новости Армении и Ацаха. Скачивай бесплатное приложение Радио Хайк в App Store и Google Play и оставайся на армянской волне. Как Азербайджан исказил события черного января 1990 года в Баку? Министерство иностранных дел Азербайджана 20 января в связи с 31 годовщиной Бакинской трагедии 20 января 1990 года распространило заявление, опубликованное в Вести.аз. В нем говорится, в ночь с 19 на 20 января 1990 года по приказу руководства СССР советская армия численностью 26 тысяч человек была введена в Баку и Сумгаид, а также в другие города страны. В результате этого внешнего военного вмешательства 147 мирных жителей были убиты, 744 получили серьезные ранения. Это событие вошло в историю современного Азербайджана как Черный Январь. Однако в заявлении Министерства иностранных дел Республики Азербайджан абсолютно правдивыми являются только дата и название действительно античеловечной трагедии – Черный Январь, которая справедливо заимствована из публикации советской прессы тех дней. Все остальное содержание заявления подано в стиле, свойственном современной государственной политике фальсификации и обмана как древней, так и современной истории Азербайджана, которая, кстати, должна отмечать 101 год и 86-летие национальности азербайджанец. Одно ясно, что заявление Азербайджана сделано умышленно для очередного обмана широкого общественного мнения и с уверенностью, что никто в мире не придаст значения этой хуле. Министерство иностранных дел Азербайджана даже не удосужился сверить факты, указанные в своем кратком документе, а трактовку событий подал не только не в дипломатической, а умышленно возвращенной подаче, с точностью, да наоборот. Во-первых, и самое главное, Министерство иностранных дел Азербайджана сразу лукавит, когда говорит о внешнем военном вмешательстве, как будто речь идет о какой-то суверенной стране, что в корне не соответствует действительности. Тогда советский Азербайджан был составной частью Единого Советского Союза, а дополнительные войска были введены в помощь к расквартированным в Баку подразделениям 4-й армии для прекращения невиданных ни до, ни после убийств, погромов, учиненных националистами, прежде всего против сотен тысяч армян, а также для восстановления законной советской власти в республике. Власть в большинстве городов и сел была насильственно захвачена отделениями националистического народного фронта во главе с Абульфазом Эльчебеем при широкой финансовой и военно-технической поддержке турецких экстремистских организаций, насаждавших идеи пан-тюркизма и пан-исламизма. Граница СССР с Турцией была разрушена и бесконтрольна. Во-вторых, Министерство иностранных дел приводит цифры жертв только с азербайджанской стороны и масштабно умалчивается, что жертв было во много раз больше. Вот что писали газеты в те дни. Экстремисты прекрасно организованы. В конце прошлого года жилищные конторы по всему городу Баку потребовали всех заполнить анкеты, якобы для получения талонов на продукты. В анкетах нужно было указать и национальность. Когда начались погромы, в руках экстремистов оказались точные адреса, где живут армяне, где русские, где смешанные браки. Это была продуманная националистическая акция. Учительская газета номер 5, 1990 год. Кощунственно, но среди первых похороненных на аллее шахидов, большая часть это убийцы, погромщики и снайперы Народного фронта, которые нередко стреляли по своим же единоверцам, по бакинцам. От рук азербайджанских националистов погибло и пострадало более 800 человек из числа коренных жителей Баку армянской национальности, около 200 русских, особенно военнослужащих и членов их семей. Вот как описываются события тех дней в проекте «Белая книга памяти». Из всех Кавказских республик наибольшей жестокостью в отношении русского населения отличился Азербайджан. Если в Грузии кровопролитие было все же обусловлено территориальными конфликтами, то в Баку русских в январе 1990 года убивали только за то, что они русские. Но об этих жертвах в республике не принято вспоминать. Не вспоминается и в современном заявлении Министерства иностранных дел Азербайджана. По скриптум. Хочется напомнить, что еще никто не отменял расследование ответственности за вероломно и односторонне развязанную войну в Карабахе 27 сентября 2020 года в нарушении многих соответствующих международных норм и соглашений, применение запрещенных видов оружия против мирного населения, участие 2000 исламистских боевиков из Сирии, сбитый в воздушном пространстве Армении российский боевой вертолет и гибель двух российских летчиков. Этими вопросами сейчас занимаются политологи, государственные и общественные деятели многих стран. Имя виновного в этом должно войти в его биографию несмываемой черной краской на остаток жизни. В этой связи Министерство иностранных дел Азербайджана, как и другим государственным органам, а также тем, кто в бессовестных интересах беззастенчиво извращает исторические данные и события, следует впредь правдиво информировать как свою, так и мировую общественность. Предстоятель Арцахской епархии Армянской апостольской церкви, епископ Вартанес Абрамян, впервые провел литургию Степанакердской церкви Святой Богоматери. Сегодня министр труда и социальных вопросов Манет Анзелян приняла представителей французской неправительственной организации «Гуманитарный треугольник поколения». Гости поделились своими соображениями касательно складывающейся в Арцахе социальной ситуации, обсудили возможности и методы вовлеченности их организаций в работы, ведущиеся в этом направлении. Достигнута обоюдная договоренность об углублении ведущегося сотрудничества как по уже реализуемым, так и по новым проектам. Турция взяла под жесткий контроль вооруженные силы Азербайджана. Офицерский состав повально проверяется. Изучаются биографии офицеров среднего, старшего и высшего звена. Проверяется не только личность самого офицера, но и его ближайшее окружение, наличие родственников в России. При обнаружении фактов офицера отстраняют от службы. Войска комплектуются кадрами с турецким образованием. Сотни опытных старших офицеров азербайджанской армии, участвовавших в 44-дневной войне, уже отправлены в отставку или на пенсию. Конечно же, турецкое засилие в руководстве вооруженных сил Азербайджана прежде всего приводит к ослаблению власти Алиева. Он фактически теряет контроль над силовой структурой, а значит и возможности играть в свою игру. Понятно, что отчитываться командование впредь будет перед высшим военно-политическим руководством Турции. И приказы тоже будут получать оттуда. Турции нужен выполняющий все его указания и действующий целиком и полностью в интересах Анкары президент Азербайджана. Возникает вопрос, если азербайджанская армия такая сильная, а армянская по азербайджанской версии уже разгромлена, то против кого Турция готовит азербайджанскую армию? Ответ на поверхности. Кроме армян, здесь есть только Россия и ее щит российские миротворцы. Армянский потребитель должен объединиться вокруг товаров Made in Armenia, считает основатель компании Гульпа Мэри Сукиасян. Примечательно, что компания начала действовать в ноябре 2020 года, когда в стране была сложная поствоенная ситуация, и в экономику было инвестировано порядка миллиона долларов. Рынок сбыта пока что армянский, однако компания уже получила предложение по экспорту носков в США и Россию. Бакинский проект. Удинская церковь. Цель оправдывает средства. Это знали еще в Древнем Риме. Примерно тогда же стали использовать религиозные разногласия для управления территориями. Как показывает жизнь, практики геополитических войн не сильно изменились. Нагорный Карабах. Историческая территория Армении, которую Азербайджан принципиально провозгласил своей. Принадлежность Карабаха армянам подтверждена многочисленными научными фактами, которые азербайджанская сторона всеми способами пытается опровергнуть, не опасаясь даже при этом использовать заведомо проигрышный для себя фактор национальных и религиозных меньшинств, одним из которых историки считают использование в полемике роли удинской церкви. Удины – это одно из 26 лесгинодагестанских племен, которые, согласно античному географу Страбону, за тысячелетия до н.э. населяли земли между рекой Кура и Каспийским морем. Их государство называлось Царство Албания или Кавказская Албания. К современной Албании оно отношения не имело. Историки до сих пор спорят, откуда взялось это название на Кавказе. Часть левобережной Албании в период IX-X веков называлась также страной удийцев, а слово «уди» стало самоназванием для всех албанцев-христиан «левобережье Куры». Страна имела важное значение для Рима, Персии и, конечно, для главного соседа Удин – армянского народа, который всегда был братским для Удин. Христианство стало для обоих этническим маркером. Уже в 315 году н.э. Григорий Просветитель крестил в Армении албанского царя Вачигана I Храброго. Тогда же образовалась албанская церковь, которая находилась в каноническом единстве с армянской апостольской церковью. В 552 году резиденция католикосов была перенесена в новую столицу – город Портав. Он находился уже на этническом армянском правобережье Куры в провинциях Утык и Арцах. В качестве официальных языков богослужения применялись албанский и армянский. Но албанская письменность, созданная армянским архимандритом Месропом Маштоцем и албанским иереем Бениамином в начале V века, через несколько столетий перестала употребляться, и единственным письменным литературным языком для всех Удин-христиан остался армянский. В середине XVIII века десятки тысяч Удин на левобережье Куры были насильственно обращены в мусульманство и навек потеряли свое национальное лицо. А в XVIII-XIX веках войны и междоусобицы унесли тысячи жизней. Если в XVIII веке Удин на исторических территориях могло быть около 100 тысяч человек, то в начале XX века их оставалось около 6 тысяч человек. В Советском Союзе удинскому этносу удалось немного восстановиться, но распад страны и очередной конфликт Азербайджана с Арменией вернул все к трагическим показателям. В результате Карабахского конфликта служение армянской церкви в Азербайджане стало невозможно. Удины на годы фактически оказались в религиозном вакууме. При этом азербайджанское руководство использует Удин в пропагандистской войне против Армении и Арцаха, представляя их в глазах мировой общественности в качестве единственного хозяина историко-культурного наследия Албании и восточных краев Армении. Запущен и процесс учреждения так называемой Удинской церкви с перспективой ее сближения с грузинской или римско-католической церквями. Баку полагает, что проект «Удинская церковь» вправе заявить о своих претензиях на все имущество Албанской церкви Азербайджана, а это не только церковное имущество, книги и храмы, но даже монастыри в Иерусалиме. При этом Удин заставляют стереть древние надписи на стенах своих церквей, написанные на армянском языке. Так, братский армянам удинский народ в 21 веке стал заложником геополитических игр, теряя идентичность и религиозные основы. Арабская пресса заявляет, что Эрдоган создает проблемы соседям, пользуясь натовским прикрытием. На сайте арабского издания The Arab News эксперты пишут, «Эрдоган под шумок арабской весны создал сеть частных военизированных группировок, набранных исключительно за счет бойцов из Сирии. Это бесстыдный и циничный шаг. Их роль состоит в продвижении его грандиозного плана восстановления влияния над регионом, когда-то составлявшим Османскую империю, от палестинских территорий до Сирии и Кавказа, и даже до далекого Кашмира, который никогда в Османскую империю не входил, как известно. Пора его остановить», заключает издание. На днях Вебстерский университет в Швейцарии заявил о том, что в университете пройдет лекция на тему карабахского конфликта. Автором лекции является Викен Четарян. Посольству Азербайджана не понравился тот факт, что человек с армянской фамилией будет иметь возможность говорить про Карабах, и оно выступило с протестом. Вебстерский университет, придерживаясь своего профессионализма и беспристрастности, должен оставаться нейтральным на предстоящей лекции по Карабаху. Лекция, организованная армянским профессором, обречена на предвзятость. Викен Четарян в ответ на заявление азербайджанского посольства заявил, «Вы говорите, что событие, которое даже еще не состоялось, предвзято, так как оно организовано армянским профессором, то есть мной. Ваша единственная проблема – это моя этническая принадлежность. Это расизм. Это осуждается международным правом. Вы начали общественную кампанию против швейцарского университета, чтобы остановить события. Вмешиваться в академические свободы страны, которая воспринимает, очень недипломатично. Вы против академических свобод? Вы против свободы слова? К вашему сведению, предвзятый армянский профессор годами работал во благо взаимопонимания между нашими народами и организовал много встреч с азербайджанскими журналистами и в Ереване, и в Баку. Что сделали вы ради мира? Турецкая журналистка и политический обозреватель Узай Булут в американском издании The American Conservative пишет, что спустя почти три месяца после окончания войны в Арцахе многие армянские военнопленные все еще находятся в плену в нарушении мирного соглашения. То, что Азербайджан держит в плену армян, а также подвергает их жестокому обращению и пыткам, является свидетельством его расизма и крайних предрассудков, ксенофобии и армянофобии. В конечном счете, эти действия красноречиво свидетельствуют о пренебрежении и прямом нарушении норм международного права и стандартов, пишет турецкий журналист. Не думай о парковке, думай о себе. Югстрой Империал Время действовать прямо сейчас! Скидки на кровлю зависят от вас! Просчитай свою выгоду! Супер скидки на кровлю в кровельном центре Звонок бесплатный